Блиц! Сегодня поиграем в ассоциации. Я буду называть тебе слово, а ты первое, что приходит тебе в голову. Образ, слово, фраза, шутка. Главное цензурно, Дим. Итак, поехали. Российская экономика. Жива. Курс рубля. Живее всех живых. Цены в российских магазинах. Растут и будут прекрасны и удивительны, но недоступны для людей. Война в Израиле? Будет продолжаться в ближайшие месяца полтора и в многом мяса и крови. Третья мировая война? Исключено. С вами Мариан Менскер, вы держитесь со мной в студии предприниматель Дмитрий Потапенко. Дим, тут недавно депутат Гурулев, ну знаешь, есть такой генерал в Госдуме, сказал, я даже процитирую, 80% россиян поддерживают Путина, а остальная, простите, гниль, должна быть, если не изолирована, то уничтожена. Ты вот, кстати, в эти 20% тоже входишь. Готов быть, если не изолированным, то уничтоженным? Ну, тут сложно будет, потому что, вхожу ли я с точки зрения тех 20 в эти 80 или с тех точки зрения 80 в эти 80? Почему ты же не поддерживаешь явно? А, так ведь есть люди, которые не поддерживают явно, но и не поддерживают другую страну, поэтому здесь же еще будут те, кто находятся якобы на границе. Я так понимаю, что вот и про эти 20% это те, кто не поддерживает так называемое СВО. Открыто, да. Ну, потому что в среде и среде, тут есть как раз вопрос границы, да. Если люди открыто не поддерживают, ну, например, остаются в стране, ведь можно же взять другую границу, да, и посмотреть, какими херами, условно говоря, обкладывают меня и моих коллег-предпринимателей, ну, на ряде украинских каналов. Потому что я могу сказать, у меня это дискуссия всегда, что какие мы сволочи, что остаемся в России, не валим из нее и все остальное. Поэтому возникает некое пограничное состояние. По-моему, госпожа Терешкова, в общем, что-то подобного рода там как-то поддержала. Я очень спокойно отношусь к заявлениям любого депутатского, как говорится, человека. Ну, в общем, не он же определяет. То есть это не его эмоции, это позиция власти? Нет, это его позиция очень ограничена. Потому что, поскольку я общаюсь не только с депутатским корпусом, но и корпусом повыше этих депутатов, там есть разные позиции. Кстати, вот по поводу вот этих 80% поддержки Путина, ты согласен с такой оценкой? Поддержка обеспеченная, ну, она ничем не обеспечена, она ничем не подтверждена. 82-84, то, о чем было озвучено, это обсуждаемая цифра, которая будет голосовать за Владимира Владимировича. Да, она проголосует за него. Ну, правда, вопрос, как они будут нагонять необходимые 70% явки. Потому что 56 мы с тобой в этой студии обсуждали, что они легко достижимы с помощью экономического, административного и политического ресурса. А вот оставшиеся четыре с ними есть некоторые проблемы. Поэтому сейчас два ведомства, как Сергей Владиленович, так и Алексей Алексеевич, в общем, думают, как им сформулировать. Пока у них, они не в политической области думают, а думают чисто механистически в области ДЭГа. Вот смотри, если мы возьмем последние новости. Судят адвокатов Навального. Раньше адвокатов не трогали. Сейчас, значит, на известного психолога Людмилы Петрановского, она много раз была у меня в программе «Нам надо поговорить», составили протокол о дискредитации российской армии. Вот это что, это даже не последний сигнал, это колокол всем, кто еще что-то себе позволяет замолчать. Сигнал замолчать и собирать вещи и валить, или что? Давай так, вот перенесемся в тело среднеарифметического опера. У него есть показатели. Чем хороши протоколы дискредитации? Они беспроигрышные. То есть ты фактически, ты там прокурор, ну вы все в одной связке, судья, вы беспроигрышно получаете галочку. Классно. Это не политические истории, это истории про просто механизм работы системы. Они обязаны закрывать такие вещи. Ну, с точки зрения системы, это я могу понять. Но это сигнал всем, кто не высовывайте, замолчите, не высказывайте публично свою позицию. Никакой взаимосвязи. Вы можете не высказывать никакой позиции, или высказывать позицию абсолютно нейтральную. Все равно придут. Конечно. Но все равно вы можете получить дело вне зависимости. В чем проблема на сегодняшний день как раз для самой власти? Я это говорил еще в предыдущей нашей с тобой встрече, что как раз нету объективных критериев, по которым даже сама власть, то есть люди, находящиеся во власти, могут чувствовать себя безопасно. Именно поэтому условных турбопатриоты, в кавычки я поставлю, потому что к патриотизму это не имеет никакого отношения, именно поэтому турбопатриоты, условно говоря, их сами зачищают. Именно по причине того, что никому не нужна безумие. Потому что сама власть опасается этого. Она видит, что в любую секунду... А, потому что... Что такое власть? Это же не... Это обычные люди. Там кто-то губернатором работает, кто-то работает сенатором. У каждого есть те или иные, условно, враги. Они же работают в системе клубка целующихся змей. И не очень сложно для того, чтобы спровоцировать и сделать так, чтобы в губернатора, сенатора был написан подобного рода не только донос, но от какой-нибудь общественницы или общественников, или группы общественников. А, попросту говоря, были бы уничтожены. Поэтому сама власть в этом сейчас не заинтересована. А есть мелкие уровни, на которых нужно производить палочную систему. Эти дела идеальны. Нет, ну то есть, если ты пусть даже молчишь, но думаешь неправильно, все равно рано или поздно за тобой придут. И составят дело о дискредитации или еще какое-то другое дело. Ты же видишь, возбуждают дела по каким-то старым постам. Ну то есть, там же, в чем легкость и прелесть дел по дискредитации? Там, ну, если не защищаться, даже если защищаться, там ключевым вопросом является лингвистическая экспертиза. Эксперт подписывает любое, ну, согласованное. То есть, там возникает еще четвертое лицо, помимо условного следака, прокурора и суди, возникает еще, обычно в судебном процессе, те, кто отбиваются, возникает четвертое лицо эксперт. У него тоже проблем особых нет. Дело делается, то есть, дело можно пришить любому, за любые высказывания. Потому что есть люди, которые, например, ну, долгие месяцы ручкались, например, со Стрелковым Гиркиным. При том, что они из себя изображали патриотов. А есть видеоматериалы, в которых эти люди, которые изображают из себя турбопатриотов, брали у него интервью. Если ранее он был просто, условно говоря, признан международным судом, военным там преступником, то сейчас он признан и российским, соответственно, он находится под следствием. Внимание, вопрос. Вот эти все турбопатриоты, которые ручкались с Гиркиным, правильно мы понимаем, что это будущий список иноагентов? А ты как думаешь? А это зависит от того, как люди во власти. Вообще, по-хорошему, поскольку я исхожу из того, что система действует механистически, она должна это, ну, то есть, там прямо поле непаханное. На самом деле, вместо того, чтобы вылавливать условных Петрановских, в общем, у них есть прямо широкий список, который просто тупо берет, где упоминался Стрелков Гиркин. Кто его вывозил на конференции? А этого много. Просто ВОЗ и телега, причем люди признавались. И главное, и есть, следую, прямо последовательность. А с учетом того, что идут выборы, и это же очень многие леваки, то это еще можно приурочить и вождям продать. Смотрите, мы, соответственно, поскольку набирают левые движения те или иные, соответственно, проценты, мы сейчас вам еще и политических конкурентов уберем. Работай, работай. Как это? Если бы я работал как-то, я всегда говорю, если бы меня поставить тираном, вы просто будете молиться на действующих тиранов, потому что я очень изобретателен. Давай поговорим про медиасрачи. Вышла документалка про Абрамовича, которую критикуют многие, в том числе и соратники Навального. Говорят, что она слишком обеляет Абрамовича, что он там представляется как меценат, а не как кошелек Кремля. Для тебя лично, Абрамович, больше кто? Талантливый бизнесмен или, выражаясь языком его врагов, соучастник разграбления России? Я говорил, кстати, в этой студии задолго до появления этого фильма, можно просто найти там ссылки на все наши с тобой интервью, что большая часть списка Forbes, который никому не интересен, вкладывает колоссальнейшие деньги в строительство домов, поселения, школы, образование своих сотрудников, медицину и так далее. Но эти программы никому не интересны. То есть никто не будет никогда обсуждать даже не вопрос не меценатства, а просто реальной переплаты за условно, ну потому что как-то они же все капиталисты и эксплуататоры человеческого труда, то что там каждый из них построил ни одну больницу, ни один дом и все остальное, об этом никто говорить не будет. При этом по поводу разграбления. Я всегда, простите, буду говорить, а случайно, чисто случайно. А этот трудовой народ никого не ограбил, нет? В 1917 году, когда были уничтожены Мамонтовы, Рябушинские, Морозовы и Ижи с ним, это я куда должен отнести? Может быть, само советское государство было построено на чистом бандитизме как таковом? Без всяких иллюзий людей вырезали физически. Просто был так называемый красный террор, когда вспарывали женщинам животы. И та мерзотность, которую мы видим здесь и сейчас, я ее видел просто, что называется, в исторических документах. Может быть, сначала нужно понять, что нет никакого народного богатства. Его не существует в природе, потому что оно было отобрано у людей, у которых есть собственность. Ну, я могу сказать, что, я всегда это привожу пример, чтобы далеко не отходить. Третий этаж, где сейчас находится галерея Глазунова, принадлежал моей семье. Напротив нонешнего новодела под названием Храм Христа Спасителя. Мой прапрадед строил первый Храм Христа Спасителя. Я, может быть, в этом контексте, давайте сделаем реституцию, и мне не надо будет сильно напрягаться. Напротив, как говорится, у меня прекрасные виды. Здесь вот, соответственно, музей Пушкина, здесь, соответственно, Кремль. Там, в общем, все, там пятачок, место очень хорошее. Хорошо, возвращаясь к Абрамовичу, все-таки талантливый бизнесмен. Я бы сказал, что это человек своей эпохи. Это человек своей эпохи, в которой в этой эпохе было в том числе соблюдение тех законов той эпохи, и судить его сейчас, вообще всех их судить с вершины сейчас, ну, невозможно. Потому что тогда надо судить всех. И в первую очередь начать с базового. Они, ну, разграбляли, говоря этим текстом, чисто случайно. Подписи чистоят под документы, когда передавалась собственность. Не государственных чиновников, а, может быть, начать, то есть, надо начинать с базового. Кто подписывал им документы? И, может быть, этих людей под суд? Есть маленькое но, почему все это умалчивают. Потому что процентов 90 действующих людей у его власти окажутся, вот как раз их подписи окажутся под документами, которые передавали собственность Абрамовичам и их же с ним. Именно поэтому как-то уводится от главного ко вторичному. Поэтому он продукт своей эпохи. А люди, те, кто являются, соответственно, разрушителями государства, советского или российского, как раз остались в тени. И обе стороны этой дискуссии осознанно, я подчеркиваю, осознанно уводят от главных виновников этой трагедии. А как ты думаешь, какова сейчас роль Абрамовича для российской власти? И почему Запад не такие жесткие санкции против него ввел по сравнению с другими российскими олигархами? Ну, Роман Аркадьевич достаточно талантливый переговорщик, хочу сказать. Вот выстраивание этого баланса, я говорю, я лично с ним долго не работал, я просто пересекался несколько раз, но не более того. Но слыша и видя, как он общается с людьми, я могу сказать, что у него есть навык хорошей, хорошей коммуникации. У него есть провалы, скажем так, на мой взгляд, ну, там ту команду, которую он собрал, она немножко подсыпается, она слишком... Ну, это его свойство, понятно, что она перешла в состояние такой семейственности. Это вообще свойство людей той эпохи, которые подменяют семейственность и такую личную преданность профессионализму. Им важно, чтобы была рядом команда, которая очень лояльна. А в подобного рода структурах всегда, как это должны быть, бабы йоги. А вот и этого и там не хватает. Ну, мы не можем ему это предъявить, мы же не можем ему сказать, Роман Аркадьевич, ну, вы, простите, вы понабрали, вы создали лояльную команду, которая вас вылизывает и смотрит вам в рот, а вам нужен тот, кто будет давать вам из своей команды по мордам. Готовы ли вы к этому, он скажет, подождите, мне за мои же деньги будет кто-то из моей команды говорить всякие гадости, что я делаю не так, да нахрен мне это надо. Ну, вот и все, поэтому. Это же неразрешимый конфликт. Еще одна новость, которую я не могу с тобой не обсудить. Сын Кадырова, вот тот самый, который избил подследственного. Прекрасный мальчик, прекрасный мальчик. Получил сначала награду в Чечне, потом в Карачаево-Черкесии, и вот недавно в Татарстане орден за вклад в развитие межконфессионального мира и согласия. А ты вот это как понимаешь? Это правильный подход старой элиты. Эта старая элита правильно поддерживает потенциальное свое переназначение. То есть они присягают конкретно Рамзану Ахматовичу. Делается абсолютно это дело. Ну, то есть это совершенно логичная история их. Ну, давай у нас так. Это старая элита, которая, если раньше она держалась на административке, и раньше там, ну, те же Миниханов и все остальные, это люди в авторитете. Сейчас время поменялось. Ушло это время политических бонз. Сейчас важна армия. Никто из них, они просрали, будем называть управленческим языком, просрали то время, когда надо было создавать свои армии. У них просто такого навыка не было. Они утратили, как это, канву жизни. И Рамзан Ахматович в этой части, как управленец, создал очень верную, как это, стратегию развития региона. Ну, и в целом теперь некой исламизации страны. Поэтому они делают правильно. Все абсолютно регионы, где есть большая доля мусульманского населения, обязаны это сделать. Просто в голове не укладывается по поводу правовое поле. Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Ну, я могу такими буквами, чтобы она была больше, чем эти. Пусть они зажигаются, как только Потапенко приходит. Это, конечно, упрощение, безусловно, дорогие зрители. Это немножко упрощение. Но я стараюсь этот тезис немножко вам донести, чтобы он как-то вжился, чтобы перестали существовать некие нарративы. Демократическое общество, там Российская Федерация, Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Поэтому Неханов их же с ним делают абсолютно правильно. Всегда изучайте, как происходили дворцовые перевороты, в чем основная сложность системы управления царских дворов, кто бросает вызов. Ведь если мы посмотрим историю как раз, обычно там сыновья, вторые, третьи, любовницы, жены травили своих мужей. Обычно происходило там, поскольку там всегда же есть конкуренция внутрисемейственная, внутриклановая. Поэтому я бы не стал... Я честно скажу, я отношусь к этому достаточно философски именно по причине того, что... И это все уже было, и не один раз. Ну, наградили, наградили, хорошо. Еще наградят, тоже замечательно. Чем больше, тем лучше. Ну, то есть у тебя от этой новости вообще ничего. Нет, я просто понимаю, что... Ну, исторические. Ясно. Прямо исторические параллели, прям 100%. Обязаны они награждать старшего сына. Обязаны. Все абсолютно, где высокая доля мусульманского населения, они обязаны это сделать. Потому что они постарели. У них есть высокий шанс не переназначиться. Скоро по выбору президента. Ну, то есть очень... А как им это поможет? Им это поможет, соответственно, они... Для них это, Рамзан Ахмадович, будет опорой и защитой. И плюс стволы. Они просрали то время, когда надо было создавать собственные армии. Просрали. То есть у каждого региона должна была быть собственная армия? У каждого генерала-губернатора, назову так, должна была быть собственная армия. Время того, что надо было создавать собственные армии, было приблизительно год десятый. Сейчас уже поздняк метаться. Время упущено. Вот старым львам молодой лев, лев их перекусит им горло. Они делают все... Ну, они стараются сесть в ушходящий поезд. Ты не задала главный вопрос. А поможет ли это награждение им удержаться? Нет. Потому что, поняв, что, соответственно, они слабы, Рамзан Ахмадович может делать очень много. Здесь главный вопрос про это. Еще одна новость связана с Чубайсом. Вот я читала в одном телеграм-канале, что Анатолию Борисовичу ничего не угрожает, что все разговоры о его преследовании – это не больше, чем пиар. И что якобы в ответ он передал, что готов к конструктивному диалогу с руководством России. Как ты считаешь, если Чубайс вернется в Россию, то в каком качестве? Ему нечего, тут ловить нечего. Тут время поменялось. Время каких-то легких, условно-демократических игр ушло. Прислоняется к тем, у кого есть крупнокалиберный пулемет. Все. До этого был Пригожин. Выскочка. Его, он, решив в самолете произвести, видимо, жонглирование гранатами, случайно выпало ЧК. Все. Ну, случайность. Ну, бывает такое. Ну, человек решил просто вот изобразить. Ну, никто не виноват. Рафик не виноватый. Да. Все хорошо. Тут, знаешь, я просто разговаривала со знакомыми. Вот у некоторых моих знакомых удивило то, что Чубайс летает обычными авиалиниями коммерческими, а не частным джетом. Как вот спрашивают, как так вышло, что человек, который помог стать миллиардерами многим людям, сам не имеет даже самолеты? Я, опять-таки, я же эту элиту вижу как в виде сопровождения. Для меня, я же не вхожу в этот круг. Но как-то не просто по косвенным, а кто-то там из их окружения обращается за теми или иными услугами. Но я тебе могу сказать, что в этой части Анатолий Борисович всегда был достаточно скромен. Ну, то есть я могу там различные аспекты, потому что я видел, как там делалось Роснано. Нет, почему очень достаточно большое количество людей из списка Форбс крайне скромны в этой части. Не надо думать о них, что они там обязательно с утра встают и набухиваются шампанским кристалл, или там занюхивают дорожку, и сразу у них просыпается Дженнифер Лопес в кровати. Нет, они же живут достаточно условно обычной жизнью. Кстати, вот говоря о наследии Чубайса, вот сейчас в разного рода околовластных телеграм-каналах обсуждается грядущий масштабный передел собственности. Вот я даже процитирую. В ближайшее время начнется масштабная национализация и реприватизация. Как ты считаешь, во-первых, правда ли это? В чьих интересах? Клубок целующихся змей. Условно говоря, у тебя там есть 110 семей, которые контролируются, соответственно, генерал-лейтенантами, условно говоря. Вот понятно, что поток денег упал. Значит, надо посмотреть, кто поддох с точки зрения крыши. Того мы отжимаем собственность, ну или там имущество, все. Но это в интересах там условных, пусть там, Сечин и Ковальчуки, или это для пополнения бюджета? Нет, нет, нет. Это в интересах каких-то групп. Просто надо посмотреть, кто слабенький стал. Ну это же клубок целующихся змей. Они жрут, СДД идет классическое, сожрите друг друга. Они пожирают друг друга. Просто есть группы, которые потеряли там, соответственно, потеряли свою крышу из генерал-лейтенантов. Или эти генерал-лейтенанты, ну там, присоединили, стали старыми, ушли на покой тем или иным способом. Надо их отжать, отобрать. Просто делится та же самая территория. Вот смотри, сейчас конкретно говорят о возможной предстоящей национализации крупнейшей частной нефтяной компании «Лукойл». Якобы о ее возможном слиянии с Роснефтью. Это возможный вариант? Возможно. Ну, странно, что она вообще существовала. То есть это все, ну, Вагита и Олег Перов, прекрасный как-то собственник, менеджер, но... Но ему удавалось отстоять компанию? Ну, это был вопрос времени. На мой взгляд, это был вопрос времени. Когда... Ты считаешь, что это вероятно? Да, вполне. Я считаю, что вообще, в целом, на российском рынке шесть ВИНКов, которые существуют, вертикально интегрированные нефтяные компании, и это ту матч. Они, в общем-то, у них разные, как-то группы влияния разные, кто их прикрывает. Поэтому, по моим оценкам, все должно свалиться приблизительно в четыре группы. Поэтому они даже... То есть есть еще в потенциале, кого можно сожрать. Ну, вот кого можно? Что могут национализировать? Ну, там... Там часть активов надо откусить, ну, там отряд групп, там нельзя так чехом это сказать. Там не... Это не вот глобально. Просто Лукойл давным-давно на это напрашивался. Ну, с точки зрения управленческой я, в кавычке, не с точки зрения поведения. То, что Вагит Олег Перов удерживал свою власть, ну, все уже как... Ну, про Мениханова мы же с тобой говорим. Ему кому-то надо было прислоняться. Вот прислониться к Сечину. И все. Недавно умер глава Совета директоров Лукойла. Это уже второй случай за год. И вообще вот за последние пару лет смертей в высших эшелонах нефтегазовой сектора стало много. Да. Западная пресса говорит, что это все не случайно. Что ты думаешь о такой конспирологии? Это, конечно, хорошо, что западная пресса так говорит, подогревает конспирологию. Скажу так. Поскольку ряд менеджеров я знаю, ключевая проблема... Ну, они мало того, что достаточно возрастные, ключевая проблема, это не только нефтяных менеджеров касается, это касается и других менеджеров. У них, чем ты больше, выше находишься в этой системе координат, у них расходящиеся цели полагания, которые вызывают серьезнейшее действительно напряжение и очень тяжело эмоционально это выдерживать. Почему там и кризы и все остальное. Мужики же плохо компенсируют цели, которые находятся вот в таком положении. Поэтому, в общем, когда у тебя цель, условно говоря, какая-то эффективность и тут же противоположная цель отдать столько-то или всю 100% выручки, то возникает... Ну, ты либо сходишь с ума и начинаешь убивать своих родных, потому что, я это говорю, это башка едет. И если башка не едет, то башка едет в другую сторону, у тебя просто выскакивает давление и выбивает пробку. Поэтому это не про конспирологию. Как только у вас... Это классический жанр хомячка. Когда у тебя слева леса, справа волк, хомячок начинает умываться. Ну, просто это физиология. Потому что он понимает, что и там сдохнет, и тут сдохнет. А у кого-то просто кто-то начинает искать выход и вот в этой мелкой флуктуации либо сносит башню, либо, соответственно, сносит башню, но по-другому. Ничего экстраординарного с точки зрения цели полагания. У меня на официальном сайте есть такой лозунг. Он называется, соответственно, не только первая заповедь кодекса Бусидона, и вторая. Недостижимых целей нет. Есть цели, критерии достижений, которые противоречат друг другу. Не устанавливайте их. Вот на сегодняшний день... Цитата закончила. Эту фразу я давным-давно придумал. На сегодняшний день большая часть компаний, как государственных, частных, находится в критериях достижения целей, противоречащих друг другу. Все. И поэтому сносят крышу. И поэтому надо на высшие должности в Советы директоров ставить баб. У вас хорошая психика, в отличие от мужиков. Вы проплакались, устроили истерику, побили посуду, прокричались на детей, дали мужу по мордой тряпкой, там пошли, скупили полмагазина, ЦУМа, или еще устроили какую-то истерику, у вас очень хороший клапан. У мужиков психика слабая. Именно поэтому я говорю, что в 90-е, напоминаю, в моргах работали женщины. Потому что у вас классная психика. У нас нихера не выдерживает свойства психологии. Даже не психология, а физиология. Херово мы справляемся со стрессами. Вы в этом смысле более совершенная модель. Вот прекрасно. Я бы на этом закончила. Но у меня еще есть вопросы. На этом, в общем-то, наше интервью закончено. Продолжая тему экономических трендов. Смотри, следующий год точно будет годом рекордных, гигантских расходов на оборону и нацбезопасность. Около 40% бюджета. Огромная цифра. Вот тебя такая милитаризация пугает? Или наоборот? Ну хорошо, у людей будет работа, бизнес получит новые заказы. Значит, опять-таки, возвращаемся к историческим аналогиям. К сожалению, все это уже мир проходил. Мир воюет столетиями. Вообще в целом. Столетиями воюет. Человечество весьма странное существо. Оно находит, сначала нахуй рождается свободным, а потом себя закрепощает тремя фундаментальными вещами, о которых я частенько говорю и вынужден их повторять. Это религия, национальность и надрелигиозная религия под названием государство. На этом происходят абсолютно все войны тысячелетиями. Реально. Поскольку эти войны происходят тысячелетиями, то, опять-таки, вызов, который называется мясо против пушек, сало против пушек, ну или так далее, неважно, какой товар в данном случае применяется, так же тысячелетиями изучается и достаточно хорошо изучен. Если у вас даже очень крупная экономика, даже имперская экономика, обычно экономика начинает крякать, когда происходит там государственный переворот, дворцовый переворот или там какое-то политическое изменение, если это условно авторитарный режим, это 3-3,5 года. Обычно 3,5 года. Поэтому, как это, сейчас хороший рост, сейчас плохой рост ВВП, потому что это рост ВВП по ВПК. Ну, как, знаешь, как вот интегральный переход. Мы сейчас находимся в первом году, следующий год мы протягиваем спокойно. 25-й год, понятно, что российская власть рассчитывает, что придет Трамп и помощь Украине упадет. Вот, и тогда будет заключен условно там мирный договор по принципу, наверное, там Северной Кореи против Южной Кореи. Поэтому задача российской власти день, простоять, ночь продержаться. При этом, какой основной вызов для российской, ну, как бы, в целом для тех же самых властей? Им нужно сделать так, чтобы экономика не милитаризировалась. Расходы в деньгах не имеют особого значения. Самое идеальное, если они будут покупать оружие у Ирана и Кореи, по причине того, что рыночные механизмы исправят все косяки, которые они сделали. Ну, то есть важно, чтобы здесь, на территории Российской Федерации, не так милитаризировалась экономика не с точки зрения денег, а с точки зрения производства. Тогда все будет норм. Собственно говоря, поветиться под эти цели и заточенные визиты, и там объединения, или там целования с Северной Кореей, крайне важно, как закончится арабо-израильский конфликт, потому что можно... Мы об этом поговорим. Да, ну, просто я, предваряя этот вопрос, говорю о том, что очень важно, чтобы, соответственно, Иран был поставщиком, ну, понятно, что ни в открытую, ни Иран, ни Северной Кореи, ни при каких обстоятельствах российская власть обязана, я подчеркиваю, это ее обязанность, отрицать любые публичные контакты, а тем более в области вооружений с этими двумя странами. Но при этом по-тихому все должно притаскиваться. Вспоминаем, соответственно, торговца оружиями, с Николасом Кейджем и все остальное. Просто должны быть люди, которые через прокладки втаскивают сюда вооружение. А задача российских властей, чтобы не строилось новых военных заводов. Я недавно говорила с представителями крупного бизнеса. И знаешь, многие говорят, что налоговая система российская превратилась в какую-то систему оброков и поборов. Винтфл-такс, НДПИ, сырьевые пошлины и так далее, и так далее. Это что, такой госплан-лайт? И... Подожди. Подожди. Ну, то есть, подожди, секунду, секунду. То есть, скоро что, все сверхдоходы, все, что выше нормы, государство будет отбирать в виде сборов налогов и штрафов? Россия феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантом. Я тут повешу. Просто, 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 пусть зажжется. Ну, феодал, ну, какая разница? Что значит сверхдоходы? Она не превращалась, она такая была. Нет, ну, раньше такого не было. Такого количества. Подожди, раньше... Подожди, аппетит приходит во время еды. Ну, ты, 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 ты тупое существо, но у тебя есть маузер. Ну, какая разница, что я назову сверхдоходами? Какая разница, в какую секунду, что я назову, там, политическими выборами? Ну... Подожди, ну, то есть мы вот идем действительно в эту сторону, что скоро, неважно, сколько ты зарабатываешь, ты все равно большую часть будешь отдавать государству? Ну, я больше скажу, я многократно тоже в этой студии приводил пример, что те, кто искренне считают, что у них что-то за душой есть, сильно заблуждаются. Я всегда это говорил и буду повторять, что когда к вам приходит человек в погонах, он говорит вам следующее. Некоторые думают, что можно откупиться. Я всегда говорю, осознайте одну простую вещь. Весь ваш бизнес, все ваши деньги, все ваше имущество, имущество вашей семьи, может быть, судьба всех ваших детей, там, до седьмого колена ваших родственников, уже принадлежит этой группе. Не конкретному следователю, там, потому что он уже, он там исполнительный механизм, он ничего не получит с этого. А вот все. А дальше вам предлагают торг за другое. У вас есть ближайшие 10 лет, которые, и вам задают простой вопрос, а что вы мне предложите за эти 10 лет? И когда вы на сопельке будете размазывать и говорить, ну, подождите, вы же у меня забрали все, что у меня есть, вам будет ответ следующий, а мне похрену, убей, укради, возьми в долг, что угодно сделай, но заплати за свои проблемы. В этом и есть разница человека с маузером. У нас злато проиграло маузеру очень-очень давно, произошло не вчера. Просто раньше, условно говоря, у них не было этого аппетита, аппетит пришел во время еды. Они искренне считают любого предпринимателя, мылипусечного, огромного, просто жратвой, не кормом, а жратвой физической. Они никогда от этой концепции не отходили. Если у кого-то, у крупного представителей крупного бизнеса, скорее всего, ты с менеджментом разговаривал, в какую-то секунду искренне они воспринимают себя интеллектуальной элитой или людьми, управляющими деньгами. Итак, еще раз говорю, жратва, не еда, с жратвой кто-нибудь... Это касается только крупных? Любого. И среднего, и мелкого? Любого. А что делать-то тогда? Какой выход? Милая моя хорошая, ну как-то надо было заниматься... Ну вот сейчас, кто еще остался в России, что делать? Ну выкручиваться, по большей части. Как? Где-то договариваться с условными... Но ты же говоришь, что невозможно договориться. А, вопрос опять-таки, на каком этапе вы находитесь? Есть на вас папка, нет на вас папка? Кто вас раньше крышевал? Это и раньше было. Просто оно, может быть, не было не столь явно. Но договариваться в смысле откупаться? Не, не откупаться, а, соответственно, искать материалы на ту группу людей, которые будут на вас искать материалы. Ой. Конечно, а что вы-то думали? Только ствол... Ствол, воткнутый партнеру в колено, позволяет разговаривать, глядя в глаза в глаза. Эти разговоры были в 90-е. То есть сейчас возвращаются в 90-е? Они никуда не уходили. Ну, они уходили. Не уходили. Это просто была иллюзия. Я не просто так сказал о визите Пригожина, что это силовые переговоры, которые несложно было комментировать, потому что, еще раз говорю, силовые переговоры были в 90-х. 90-е — это всегда для всех фигура речи. А это фундамент того, что пересилило. Интеллект давным-давно проиграл бодляку. Очень давно. Он проиграл еще году, наверное, в 1917-м. И фундаментально ничего не менялось. Просто кто-то с этим не сталкивался, а предприниматель, как человек, большая часть взаимодействующих с, условно говоря, чиновничеством, это видит каждый день. Вот и все. А поскольку никто не будет стоять на стороне предпринимателя, 90% комментариев под нашим видосом будет «А что вы сделали для нас, для простых граждан?» Вот и все. Им все равно, кто их будет кормить. Даже если их кормят условно, говорят, бандит-чиновник, им по барабану. Я же рассказывал, я буду рассказывать о том, что абсолютно реальную историю, когда на одном из шоссе возведен храм, очень красивый, с орлами, с голубыми куполами. Его завозводили совершенно конкретные бандиты. Когда там я вот просто был как-то на открытии, потом с бабушками говорил, я к бабушке говорю, вот там бабуль, а тебе не кажется, что храм на кровавые деньги-то не возводится? Она говорит, а что, милок, они мне денег, они мне, вот смотри, они мне там продуктов дали, храм какой возвели, Богу молятся, значит каются. Если такой подход есть, а он есть, все, не надо, ну люди же готовы брать Ладу Гранта за труп своего родного сына, мужа, разрушение родов. Ведь это же не вопрос продажи даже Лады Гранты как таковой. У тебя род прерывается, все, там род Ивановых, например, погиб сын, у тебя не будет продолжения. Вы уйдете в могилу и больше после вас, вашего там негенетического материала, не будет вообще больше вот картинки, которая называется род Ивановых или Петровых. Вас же это устраивает? Устраивает, жрите полной ложкой. Народ, я уже об этом тоже говорил в наших с тобой интервью, народ достоин той власти, которая его возглавляет, без всякой иллюзорности. Мы с тобой даже вот это, Нарилс, кто-то нарезал про телек, я об этом, и всем это очень понравилось. И я могу только этот текст повторять. Телек очень важен. Да, Дима, ты можешь дать какую-то рекомендацию, инструкцию, я не знаю, предпринимателям, которые нас сейчас смотрят? Мелким, средним, крупные, наверное, сами в курсе. Нет, универсальная инструкция никогда не будет. Что делать, чтобы не допустить, чтобы к тебе пришли уже, когда будет поздно? Не будет универсальной инструкции. Ну хорошо, где соломки подстелить? Не существует такой соломки. Каждый случай очень сильно индивидуальный. Зависит от группы. Но есть какие-то общие рекомендации, какие-то общие вещи, ты говоришь, что надо готовиться, там папочки какие-то искать. Не существует, потому что есть люди, которые, поверь мне, что я тебя найду сотню предпринимателей, которые ни разу с этим не столкнулись вообще. И не столкнутся. И не столкнутся. И это никак не связано с их поведением. А как это? Можно как-то это предугадать, предвидеть? Что вот меня это не коснется, а вот кого-то коснется. Возвращаемся на начало нашей беседы. Я же не просто так сказал, что тревожит власть. Что не существует правил. Не существует правил по дискредитации. Точно так же не существует универсальных правил по тому, что придут к тебе или не придут. То есть это не зависит от того, молчишь ты, высказываешься, думаешь ты как-то не так. Поведение курицы никак не влияет на поведение лисы. Ну, признайтесь это. Вы хотите от меня услышать стабильность. Нет, ее в природе не существует. Не стабильность, а просто на каких-то критериях, по которым можно понять. Нет, мир по-другому устроен. Он устроен совершенно по-другому. Вы рождаетесь, ребенок висит в безвоздушном пространстве матери, прикрепленной к ней только пуповиной. Осознайте, что вы всегда были и есть и будете висеть в этом безвоздушном пространстве. И единственная надежда и опора в этом мире это вы сами. Ни государство, ни религия, ни национальность, ни что-то. Когда же человек начнет осознавать, что он и является этим миром. Как он его будет формулировать и формировать, так и будет вращаться мир вокруг этого. А не внешние контуры. В противном случае ты просто превращаешься в обычного раба обстоятельств. У меня недавно на интервью был Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. Он сказал, что одна из главных угроз 2024 года это раскручивание инфляционной спирали. Это значит гиперинфляция такая, как в 90-е. Вот ты уже чувствуешь возвращение лихих 90-х в этом смысле? Ну, в этой части. Ну, гиперинфляция, гиперинфляция. Есть другая угроза, которая более важна для государств в мире и в целом. Ну, да, будет инфляция. Процентов 20 мы получим товарную инфляцию в следующем году. Ты считаешь, 20%. Ну, я уже просчитывал. Это очень много. Ну, в этом году... Потому что он как раз считает, что удержимся около 10. Нет, в этом году товарная инфляция в районе 23-24, в следующем 20-ник, даже снижение будет. Просто зальют бабками все, нарисуют деньги, поэтому все. Напечатают в смысле? Ну, да. Что-то напечатают, что-то сделают. Ну, подожди, вот у Центробанка KPI это как раз не допустить роста инфляции. Скорее всего, до конца года еще поднимут на 1%. На самом деле, эти действия, которые уже абсолютно бессмысленны, никакого смысла, ну, никакой ценностности в этом нет. На самом деле, надо было действовать по-другому, но поскольку Центробанк обязан реагировать, он находится в системе жесточайшей конкуренции среди административок, и они обязаны как-то реагировать. Они и будут реагировать, повышая ставку. И в этом сейчас уже нет необходимости. Вот смотри, сейчас официальная инфляция 7%. По данным Форбс, в крупных городах инфляция растет быстрее, чем зарплаты. Ну, как людям жить? Вот ты сам чувствуешь уже, наверное, рост? Россия феодальное государство, управляем генерал-лейтенантами, какое отношение? Ну, проблема индейцев, феода, шериф. В смысле, ну и что? Ну, и что? Ну, в смысле, как людям жить? Ну, народ устраивает, народ нравится? Нравится. Ну, народ же последние 30 лет нравится? Нравится. Ну, что? Не нравится. Подожди, не нравится. Не нравится. Для тех, кому не нравится, есть ОМОН. Все. А для тех, кому нравится, есть Первый канал и Соловьев. Все. Очень четкий водораздел. Ну, тут власть очень четко создала несколько луз, которые прямо всем все дают. У всех есть свое место в этой жизни. Не нравится, есть ОМОН, пожалуйста. Ну, или валите за границу. Есть ответ очень прямо простой. А что вы там будете делать за границей? Да ничего вы не будете делать, потому что вы там нахрен не упираетесь. Вы там не будете реализованы, потому что вы все здоровые, уже лось. Там надо родиться было. А если не нравится, вон, пожалуйста, можете посидеть на дорожку. Зато будет бесплатный корм, соответственно, подъем в 6 утра, отбой в 22. Прямо хорошая кормежка, чистый воздух. Все. А перед тобой, когда станет такая дилемма, ты что выберешь? Передо мной такие дилеммы уже стояли очень-очень давно. И я уже как-то всю эту историю проходил не один раз. Поэтому будем решать проблемы по мере их поступления. Ну, у тебя же есть какой-то план. У меня, как это, у вас есть какая-то стратегия, вы ее придерживались. У меня есть какая-то стратегия, я ее придерживаюсь. Война в Израиле. Для тебя есть какая-то другая правда, кроме правды Израиля, на которого напали террористы? Террористы напали, соответственно, Израиль, ну, скажем, скажу так, и та, и другая сторона будет сейчас иметь массовые жертвы. Уже? И это будет нарастать, потому что нет там решения, потому что оно просрано. То, о чем мы с тобой говорили за кадром, то, что произошло нападение Хамас, это просер израильской разведки. И просто глобальнейший просер. И Нетаньяху просрал это физически. И он сейчас уже нет решения, и по большей части, чем более будет жесткое решение, это все равно закрытие собственных, абсолютно бездарной политики. Просто бездарной политики. Потому что ни с одними террористами никакие военные никогда не боролись. Ни в одной стране мира. Борьба с террористами исключительно агентурная работа. Ее сейчас невозможно наладить. Ее надо было налаживать. Ну, потому что пять тысяч ракет. Хочется задать вопрос. Да, они делаются из труб, из фактически там подножного корма. Это, ну, извините, ракеты делал я. Дитя, когда не было возможности достать ничего. Но найти селитру, магния и все остальное было возможно и при советской власти. Понятно, что это ракеты были. А, пух, и вот эта красивая дзенг. Но ракета делается несложно. Она ничего не стоит. Сделали сто ракет. Это хорошо, я верю в то, что израильская разведка не знала про сто ракет. Тысячу ракет сделано. И вы меня хотите убедить в том, что еврокомиссары делают глазками луп-луп так и говорят, Да ладно, они из трупа селитры делают ракеты. Тысяча ракет. Мы не дошли до пяти тысяч. Тысяча ракет сделаны. И никто даже косвенно не понимает, что... Дим, да, это все так. Но мне кажется, разбираться, кто виноват и почему так произошло, надо уже потом. После того, как... А уже сейчас потом-то не будет. Дело в том, что сейчас выбор в Израиле плохой и очень плохой. Не будет никакой наземной операции и ковровых бомбардировок. Будет микс. В каком соотношении 40 на 60 или 60 на 40, не имеет значения. Это уже массовые жертвы. Как с израильской, так и с палестинской стороны. Да, это, дорогие зрители, это время упущено. Если мы встаем на израильскую сторону, то как это массовые жертвы, которые все равно будут. Потому что невозможно агентурную работу наладить за неделю, за месяц. Надо было делать в первые дни. Условно говоря, когда разум возмущенный у всех был, извините, надо было делать ковровые бомбардировки. Все. У вас не было вариантов. Да, заложники, скорее всего, уже мертвы. Это, к сожалению, сопутствующие жертвы. Да, это жестокая правда, но по-другому никак. Либо мы начинаем говорить честно и открыто, что надо было делать и в какое время. А сейчас что? Ну, тянется время. Ну, будет заложников чуть больше, чуть меньше. Ну, это ужасно. Это ужасно, но как это, лучше смерть, чем смерть, как это, растягивание этого до без конца. Нету здесь уже решения. Решения просраны. Просраны дважды. Просраны сначала израильской разведкой, потом условный, как это, как при советской власти был такой тезис, израильской военщины в первые же, там, 5-7 суток. Надо было, если уж, как говорится, все равно нету никакого, нетаньяху надо было садиться и говорить, да, мы понимаем, что время упущено, сейчас наносим ковровые бомбардировки, стираем с лица земли газу. Все. Сейчас уже поздняк метаться. Все. Сейчас пригнаны авианосцы, все уже боевики, уже Хамас точно ушли куда-нибудь там в Иран, в Сирию вместе с заложниками. Хрен вы их достанете, вы будете десятилетиями выторговывать, выцеплять их. Да, скорее всего, МОСАД отработает, скорее всего, их уничтожат, там, попередушат. Но проблема в другом. За это время появится огромное количество таких же, соответственно, лидеров Хамаса. Это да. Ну, то есть, вся картина настолько, ну, скажем так, легко прорисовывается, вот, когда убираешь эмоциональную часть, что, да, ну, там, женщины, дети, вы, не то, что я тебе за кадром говорил. В чеченских войнах те вояки, которые заходили в села, видели головы солдат, у которых отрезаны члены и стоялись на колах. Те люди, которые проходили, почему возникло Чернокозово, о чем говорил, соответственно, в фильме брат Бодров, что нельзя переходить, вот, все же пропагандисты первое время-то это использовали. А я в твоей же программе сказал, я в твоей же программе сказал, заранее до этого. Я сказал о том, что он говорил совершенно конкретно. Тогда нашим военным начали предъявлять претензии за то, что происходит преступление в Чернокозово. Чернокозово, напомню, это был фильтрационный лагерь для чеченцев. Именно про это он говорил. А наши подверстали, это под другое. Да, к сожалению, надо признавать, что на войне всегда совершаются не только военные преступления, но и преступления против человечности. Да, все выходят, когда видят подобного рода мерзотность, они начинают тоже сходить с ума. Смотри, вот в целом российская реакция на события в Израиле, это смесь злорадства в отношении релакантов. И такой, ну, риторический вопрос, почему Израилю можно воевать в Газе, а России в Украине нельзя. На чьей стороне официальная Россия? И что Россия ищет в этом конфликте Израиль-Хамас? Ну, я бы сказал бы, СССР стоял на стороне условной Палестины, это было, как это, в кавычке СССР старался таким образом потроллить условные Соединенные Штаты. Сейчас как? Сейчас выгодно быть на стороне условной Палестины, потому что на стороне Палестины... На стороне Хамас, то есть? На стороне, ну, там, палестинцев, а понятно, что Хамас это террористическая организация, которая у нас не террористическая организация, я хочу напомнить. Потому что все эти дисклеймеры вы должны иметь. Вот, ну, потому что Иран. Я же выше с тобой проговорил, что нам крайне важно, для нас крайне важно, чтобы у нас поступало вооружение. В последнее время у многих есть опасение, что все как-то движется к третьей мировой войне. Ну, по крайней мере, к какому-то глобальному конфликту мировому. У тебя есть опасения? Нет, даже близко этого нет. Опасность совершенно лежит в другой области. Образовалось огромное количество людей, которые, ну, условно обездоленных, пока еще на это носят только религиозную часть, но когда левые, условно говоря, левые проповедники возьмут базовые какие-нибудь работы классиков и пойдут в мусульманские или в арабские кварталы, вот тогда будет интересно. Ну, тогда, тогда, тогда зажжется новая звезда. А то, что они пойдут, и это у меня сомнений нет. В Российской Федерации это просто игнорируют осознанно, потому что считается все, что, как говорится, условных экстремистов занимается там МВД, подразделения Э, все, что касается политических партий занимается управление внутренней политики, а вот этого, условно говоря, межотраслевой спайки нет. И они пропустят у нас то же самое, что есть во всех странах мира. Опять-таки, возвращаемся, кольцуемся с твоим вопросом, почему лидеры ряда республик присягают Рамзану Ахмадовичу. Потому что они это, они это не могут, не смогут сартикулировать и свести в единую какую-то глобальную базу знаний и практик, но они, как тяжеловесы политические, подсознательно понимают, что надо в эту сторону идти. Поэтому красное знамя с зеленым подбоем — это базовый вызов для всего мира. Причем он образовался лет семь назад. У тебя есть решение? Ну, конечно, оно есть, но кто над этим решением будет работать? Властям, на самом деле, самый большой вызов не для простых граждан, а для власти. То, что гражданские погромы власть не волнует. Вот когда, поскольку уже во власти сформирована, по факту, хорошая почва, на которую просто нужно донести условно-левацкие идеи, так что власть в ближайшие 5-7 лет получит прямо такой пендель. Во всем мире. Ну, да, в России в первую очередь. Дим, я вот в финале тебе задам вопрос, который я часто задаю у гостям моей программы. А недавно Гарик Харламов спел, звезда комедий-клаб, спел такую довольно острую по нынешним временам песню. Обычную, да, но ее так оттрактовали. А доллар стоит уже где-то под 100 рублей, а из авто китайских лепят москвичей, а россиянам въезд закрыт в 120 стран. Скажите нам, у вас же есть какой-то план? Как ты считаешь, у властей есть какой-то план? Или плана нет действуем по ситуации? У властей есть план для себя, но у населения при каких здесь делах? Лампочку зажгите. Должен быть не он такой мигающий, который. Россия феодальное государство, управляем генерал-лейтенантом. Ну, зачем власти думать о тех, кто не думает сам о себе? Ну, правда, зачем? Мы сами себя не любим, мы себя ненавидим, мы жрем всякое дерьмище во всех смыслах этого слова. В том числе и в информационном. Зачем о нас заботиться? Ну, как? Мы не уважаем себя, зачем власть должна нас уважать? Я не очень понимаю. Мне не сходится. Мы относимся к себе как к говну, и власть относится как к говну в ответ. Это абсолютно правильно. Ну, зачем? Власть делает правильно. Она делает с нами то, что мы сделали сами. Она ничего не допускает сверх того, что мы хотели бы. Сами. Против себя. Ты так как-то обобщаешь? Я не обобщаю, я вижу, как люди к себе относятся. Ну, они достойны. Все. Я не готов посмотреть на то, что... Есть люди, которые задумываются, но они мучаются, они борются, они предпринимают. Но они, это меньшинство, остальное плывет по течению. Воткнули себе вену ящик, воткнули себе Ладу Гранту, и у них все ровно. Их устраивает, что Америка враг, и все хорошо. Ну, это же жвачка, это же говно, ты сам же в себя втолкал. Ну, ты же можешь переключить на канал культура? Можешь. Ну, ты можешь не слушать условного Владимира Рудольфьевича? Можешь. Ну, ты же должен догадываться, что если Владимир Рудольфьевич покупает не одну виллу на острове Кома, на озере Кома, ну, видимо, что-то... Ты же знаешь своих не коллег, как ты их называешь, но, тем не менее, людей, которые в этой отрасли работают. Я их тоже знаю, я с ними многими работал, с неким, с кем-то даже общаюсь до сих пор. Я понимаю, что в их головах. Я всегда об этом говорил, что нет более оппозиционных, как это, настроенных, чем ньюсрумы абсолютно всех федеральных каналов. Вот там оппозиции, по сравнению с которой российская оппозиция просто нервно курит в стороне. Там такое происходит. Сейчас-то я сомневаюсь в этом деле. Там прямо тут... Поверь мне, они все, они... Верующих там нету. И это нормально. Есть заказ, но платите деньги. Что там, не знаю, условно там запрещенная организация из трех букв на «ф» начинающаяся закидывает, может создать что-то аналогичное Первому каналу. Мир, он в вас, а не вне. Ну, наконец-то, перестаньте цепляться за иллюзорность того, чего не существует. И все. Все встанет на свои места. Начните все-таки как-то понимать, что вы, ваша семья, ваши родные, близкие, ваш мир, который вы организуете, он первичен, а все остальное вторично. Все будет хорошо. Это был Дмитрий Потапенко, я Мариан Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал РТВИ, там много важного.